Никиты Феремов закрыли, что думаешь? Не закрыли, это просто проверка. Просто проверка, естественно, изъяли всю продукцию, что они там продают, и вот закрыли на период проверки. Я думаю, все нормально там будет. Только мне непонятно, как сотрудники правоохранительных органов будут выявлять, оригинал это или не оригинал. Но, скорее всего, они будут выяснять только то, каким образом получена эта обувь, как ее покупали. Платили ли налоги и так далее, или это как-то все в серую, в черную покупали. Вот это непонятно. Но мне кажется, что у него все схвачат. Посмотрим, что будет. Интересно, реально. Вот это, вот как в моменте, человек живет, потом на него просто обрушивается все. Просто даже страшно становится от того, что можно оказаться на месте Ефрема. Я говорю, к нему приезжают челы просто на геликах покупать себе Жорданы по прайсу Х2 и Изики. И Хром Харс тоже по прайсу Х2. Его закрыли, я знаю. Откроют через неделю, я уверен. Проверка пройдет, его откроют. Если там, конечно, не обнаружится какая-то хуйня, если обнаружится 100 гг, пиши пропало. Прогорел бизнес. Ой, да пошла она нахуй, шо Болду, блядь. Я такая, привет, а тебе хотя бы 18 есть? Он докуда? И всю встречу, в основном, он рассказывал о том, как он развивает свой... А, тогда был твич, закрыли твич. Вот, как он делал, какой он крутой, какие они там видосы делают. Хайпануть, блядь, решила, шлюшка. Естественно, блядь, жизнью обижен, нахуй. Ее ебут, блядь, за копейки. Как тебе трек-лист, Арни 2? Я про трек с Чиф Кифом, я знал еще, ну, типа, давно мне Арни про это рассказал. Я не поверил. Я думал, что он просто стебется надо мной. Блядь, Чиф Киф, Фит, Биг Бэйби Тейп, Фит, Токсис. Что это? Вот, точнее, Арни, Фит, Чиф Киф, Биг Бэйби Тейп и Токсис. Честно, я не думаю, что это, знаешь, Фит на... Я не думаю, что Чиф Киф вообще знает, кто такой Биг Бэйби Тейп и Токсис. Привет, Леш. Как будто он может знать про Арни, как саунд-продюсера. Стоп, стоп, досмотри до конца. Что лучше, взять CSGO Prime за тысячу рублей в Стиме или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Не знаю, как это получилось. Либо у Арни такие ебанутые коннекты, либо лейблы там как-то базарили, хуй знает. Может он за деньги, не знаю вообще, непонятно, но это пиздос. Энни Ли Чапа там еще, по-моему, да? Чапа, Чопа, блин. Пять дней до... Да, мне кажется, мне кажется, альбом будет просто охуительным. Но ощущение, что для Арни это вот работа всей его жизни, это вот этот второй альбом. Альбом Трил Пила слушали? Точнее это микстейп, как я понял. Такое? Ну я чуть-чуть посмотрел только у РЗТ. Не слушал, чуть-чуть послушал. Некоторые треки есть прям прикол. Ну техничный, ничего не сказать. Умеет, умеет читать человек. Наверное, Трил Пил, наверное, один из самых техничных рэперов в России, да? После Оксимирона. Видел демку Жарахова? Нет. Немножко не моя музыка, то, что делает Жарахов. Немножко не мое, скажем так. Ребят, про Споттик я знаю с самого начала, угомонитесь. Никто не взломал. Это мог сделать, блядь, любой чел, который хоть чуть-чуть шарит за эту тему с индустрией, вообще с музыкой, как все это работает. Белив скоро вернет доступ. Они уже написали. Не парьтесь. Чуть-чуть хочу почистить свою карточку. Сейчас везде доступ получу и почищу все, потому что везде в ВК добавляли всякой хуйни мне и так далее. Перед выходом альбома просто хочу, чтобы осталось у меня было два трека в карточке. Это «Глаза не врут» и «Толпа». Кое же, кстати, успешим коктейль хуйню нести в интернете. Горшок-то ебаный. Ну а чё, блядь? Вам не нравится моя прическа разве? Привет, Лёша. Интересует вопрос, как продвинуться в стримах. Не верю в него. Шару с чего вообще начать можно, как подняться по С. Ты душевный чел. Мне хотелось бы поговорить лично на такие вопросы. Передай Верю Кью. Родной, самое лучшее, я думаю, из того, что я пробовал, наверное, Билайн и Йота. Вот как будто Билайн и Йота. И Мегафон, наверное. Йота вообще на Мегафоне же располагается, правильно или нет? Это очень странно. А МТС работает хорошо в домах. Я не знаю, как это работает. У меня МТС работает в подвале. Ни один провайдер не работает на парковке в Пресне. А с МТС я спускаюсь в лифсе, у меня почти не падает интернет. И на парковке в подвале на минус первом этаже у меня работает МТС. Я не знаю, как это работает. И вот это обидно, что они работают все по-разному. Можно всех объединить в одну, чтобы, блядь, везде работал интернет? Бля, ребят, успокойтесь, спотиком. Как делать так, чтобы когда человек пишет про спотик, ему сразу же ответ прилетал? Модер, можно это сделать как-нибудь? Сегодня я написал одному знакомому. Ну, в общем, знакомому через одного своего знакомого друга. Написал человеку, который занимается привозом машины из Европы. Вот, и завтра он мне покидает варианты, которые есть. Если что-то понравится, то поедет там человек в Европе, поедет смотреть эту машину. Если все chill, мы ее будем забирать и везти в Россию. Так выходит примерно столько же, сколько в России, с растаможкой. Но машины намного лучше по техническому состоянию. И вот, дай бог, если все получится, то уже через месяц привезут. Три-четыре недели. Здорово, Лех. Когда я выпущу музыку, я поеду, сделаю микротур по России. Небольшие, немного концертов. Ну, как немного. Ну, просто, не знаю, городов 7-8. И вполне возможно, что туда может попасть Ростов-на-Дону. И тогда можно и там будет еще и постремить. Хочется повыступать очень сильно. Хочется, и я вот пишу материал, чтобы со всеми вами увидеться в ваших городах. Ну, естественно, со всеми не увидеться и так далее. Просто хочется повыступать. Увидеть вас всех вживую. По поводу тачки, которые будем смотреть, это либо Ц-шка 43-я рестайлинговая, либо ЦЛС-53. Но она дороже. Ц-шка 43-я это условно 5 лямов, ЦЛС-8. Бля, срака приятная. На каких отношениях сейчас, Марселла Миракилс? Давай на Авито посиди. Посмотрим шмотки немного. Там однопальная Авито. Че там смотреть? Спасибо тебе большое. А, спасибо, спасибо огромное. В каких отношениях? Ни в каких. Ну, знакомым с ним просто, и все. Если что-то нужно мне, я ему напишу. Если что-то нужно ему, он мне напишет. Вот такая тема. Марселла Миракилс охуевший, охуеннейший бизнесмен. Он очень большие шаги делает. Просто красавчик в этом плане. Все по-разному могут относиться к его продукции, к его вещам. То, что он делает. Он делает такой сегмент, который покупают люди. И очень в нем нихуйно живет в этом сегменте. И очень сильно развивается. Видели, у него открылся еще в авиапарке. У него открылся Ямс. Ну, то есть он прям на бизнес-движениях. Здорово, когда отправляют футболки с Минстрем Бизнесом? Ну, кстати, Сэшка лучше Чивкиф. Вот сейчас мы заканчиваем возврат денег. Потому что это была просто такая акция людей, которые поддерживают эту движуху. Мы хотели им бесплатно раздать футболки. И сделать так, чтобы делать это тем, кто реально хочет. И проверить следующим образом. Сделать так, чтобы люди это купили. Потому что чел, который купит, он реально это хочет. И вернуть всем деньги, кто купил. И отправить им бесплатно еще и футболки. Вот. Возврат вроде сейчас заканчивается уже. Отправка. По партию сейчас делают. Вроде уже доделывают сейчас. Отправка в среду. Вот мне пишет мой человек. Отправка в среду. Начнется. Говорю, сделай обзор на татуировки. Да у меня про такие одни. Во все тяжкие. Мишка, во все тяжкие. Джесси Пикман во все тяжкие. Волтер Уайт во все тяжкие. Нихуя. Просто хуйня ебаная. 13. Плохой пот. Пост Малон. Вот смотри, я сейчас покажу. Мне кажется, почти всем из вас понравится, как выглядит. С-купе. Я вчера написал Джеткару. Вы знаете про Джеткар, да? Ну, они везде пиарятся. Вы знаете про Джеткар. Я им написал для того, чтобы пощупать, покататься на Зиккар 001. Естественно, я, наверное, не буду его покупать. Ну, с вероятностью 95% я не буду его покупать. Но есть шанс того, что я прям очень сильно в него влюблюсь. Я просто не могу. Я смотрю на Зиккар, мне ебануто нравится. Мне ебануто нравится салон. И еще на паркинге увидел Зиккар этот. Подошел, посмотрел. Просто охуел. Заглянул в салон. Просто охуел. Еще подкупает вот эта тема, что типа за эти деньги я возьму немца, который будет пердеть, но не такой приятный будет внутри. А в Зиккаре, знаете, у тебя массаж сидений. У тебя газовая крыша, которая затемняется и становится прозрачной по одной кнопочке. Но типа это электричка, шарите, да, для молодого парня. И вот я себе возьму Зиккар, буду сам только кайфовать. Все остальные будут говорить, что я ебаный долбоеб. Везде будут писать, что я ебаный долбоеб, который взял себе китайца. Первый мой донат вообще. Расстался с девушкой в отношении 3 года. Каждый день все было охуенно. Но сегодня она резко разлюбила меня. Ну да. Именно сегодня она резко разлюбила тебя. Летом был так же, водил к психологу, но уже устал. Родной, мы не можем это контролировать. Мы не можем контролировать чувства другого человека. Мы можем взять все возможное, чтобы было охуенно, но ты не можешь контролировать чувства другого человека. И такова жизнь. Это жестоко ебануто. Это ебануто жестоко, что любишь чела, а тебя в моменте просто перестают любить и не хотят с тобой быть. Но, к сожалению, от этого никуда не убежать. В мире бывает все.